Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам 8 фактов о Лене Хиди. Многие ненавидят персонаж Серсея Ланнистер, но однако есть и те, кто ее обожают. Одно можно сказать точно, Лена Хиди великолепно справилась с ролью в Величественной Камере. Лена попала в актрисы абсолютно случайно. В школе Лена не интересовалась актерской работой и не училась в театральном. Также она не занималась в школах актерского мастерства. И она вообще не планировала стать актрисой. Она всегда мечтала стать парикмахером и открыть свой салон красоты. Но в 17 лет во время школьного спектакля на нее обратил внимание агент по кастингу и пригласил на прослушивание. Так и началась карьера Лены Хиди. В обнаженной сцене «Игры престолов» Лену Хиди заменила дублерша. Ребекка Ван Клифф была дублершей, то есть головой Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», когда той пришлось идти без одежды по городу через толпы орущих и кидающих в нее помоями граждан. Лена Хиди от такой чести отказалась. Все-таки ей не 30 лет, как Эмилии Кларк. Просто ее голову потом приклеили к телу дублерша. Ее первый полнометражный фильм вышел в 1992 году и назывался он «Водная страна». Там как раз есть сцена с обнаженной Леной Хиди и она снималась там без дублерша. Тату-зависимость. У Лены Хиди довольно много татуировок. Она сама называет это настоящей зависимостью. И говорит, я не могу проходить мимо тату-салона. И как только слышу звук машинки, сразу же начинаю изводить себя. Но давай сделаем маленькую, никто не увидит эту татуировку. И это не займет много времени. Личная жизнь. И во время съемок в ленте «Книга джунглей» Лена Хиди встретилась с Джейсоном Флемингом. И вспыхнувший между актерами роман длился целых 9 лет. Отношения были серьезными. И у Лены даже появилась татуировка с именем возлюбленного. Правда на тайском языке. Но этой любви не суждено было долго прожить. И она угасла. В 2006 году Лена познакомилась с музыкантом Питером Полом. И через год пара узаконила отношения. В этом браке у Лены родился сын Уайли. Но уже в следующем году Питер и Лена неожиданно расстались. В 2013 году британская актриса на съемках «Игры престолов» познакомилась с чилийским коллегой Педро Паскалем. Известным нам как Оберин Мартел. С тех пор пара живет вместе в гражданском браке. У актрисы двое детей. Сын Уайли, который родился в 2010 году. О котором мы упоминали ранее. И во время беременности второй. Она снималась в первом сезоне «Игры престолов». В июле 2005 года стало известно, что у Лены родилась дочь. Поклонники предполагают, что отцом ребенка является именно Педро Паскаль. Но однако актеры эту информацию никак не подтверждают. Эта беременность на ранних сроках пришлась на съемки пятого сезона «Игры престолов». Бокс и йога – это любимые виды спорта Лены, которыми она занимается. Ей очень нравится держать себя в хорошей физической форме. Даже если по сценарию ей не требуется выполнять какие-то трюки. Фильмы с Леной Хиди, кроме «Игры престолов». Дебютным фильмом стала картина «У воды». Актриса тщательно готовилась к съемкам картины. Девушка брала уроки бокса и верховой езды. И в результате первая роль оказалась отличным стартом в творческой биографии начинающей актрисы. В творении Стивена Джиллен Холла Лена появилась на экранах уже вместе с известными актерами. То есть Джереми Айронсом и Итаном Холком. Следующие пять лет после выхода первой киноленты оказались очень насыщенными. Лена снялась в 12 фильмах. Фильмография актрисы пополнилась такими лентами, как «Остаток дня», «Столетие», «Голод», «Банда золота», «Гротеск» и «Великий Мерлин». Также картина «Абердин», которая вышла на экраны в 2001 году. Она оказалась успешной для карьерного восхождения Лены Хиди. Эта роль позволила исполнительнице победить в номинации «Лучшая актриса» на кинофестивале Европейского кино в Брюсселе. В этот же период вышли еще две ленты, которые также позитивно оценили критики и зрители. Это лента «Сплетня» и «Онегин». Последующие роли оказались яркими и запоминающимися, хотя особых наград Лене не принесли. Ситуацию же исправил фильм «300 спартанцев», где Хиди сыграла царицу Горга. Эта роль принесла британке три престижные номинации. Популярный пепелум повлиял на карьеру актрисы, а фото Лены оказалось на обложках самых лучших киножурналов планеты. Сама британская актриса считает наиболее заметным событием в карьере это приглашение на роль Сары Коннор в телесериале «Терминатор. Битва за будущее». За эту работу Лена номинирована на премию «Сатурн Авардс». Блокбастер «Судья Дред Три», триллер «Отражение», а также остросюжетные картины «Судная ночь» и «Орудия смерти. Город костей» также стали знаковыми в карьере актрисы. Оставайтесь со мной, и я разберу кого-нибудь в следующий раз. Расскажу вам новые интересные факты из жизни. Всем пока!